Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. С вами Элеонора, гид в Праге. Я нахожусь в городе Яблонец над Ниссою. В этом городе многие годы производилась знаменитая на весь мир чешская бижутерия. Приглашаю вас познакомиться с творениями чешских мастеров, и для этого мы отправимся в местный музей бижутерии и стекла. Кстати, производство чешского стекла ручной работы внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вот в таком красивом доме находятся залы музея. Немного расскажу вам об истории стекольного дела в Чехии. Местный стекольный бизнес начал развиваться в далеком XVI столетии, а позже город Яблонец над Ниссою становится Австрийской Калифорнией. Со второй половины XIX столетия в регионе уже находятся самые крупные в Австро-Венгерской империи компании по производству бижутерии. Произведенные здесь изделия из чешского стекла экспортируются по всему миру, включая даже Индию, Китай и Японию, а позже попадут и в Африку. В то время в Яблонец над Ниссою и его окрестностях производилась стеклянная посуда, хрусталь, бижутерия, бисер и изделия из него, рождественские украшения. Благодаря открытию здесь художественных школ город становился центром ювелирной моды и дизайна. Кстати, в 1862 году неподалеку от Яблонец Наднисую в местечке Ержетин-Подбуковую родится основатель знаменитой фабрики Даниэль Сваровский. В возрасте 28 лет он начнет проектировать машину для автоматической огранки кристаллов и спустя два года получит патент на первое свое изобретение – машину, обрабатывающую кристаллы из хрусталя с беспрецедентной точностью. В итоге получаются сверкающие кристаллы, которые имитируют драгоценные камни. Витрины сложно снимать из-за бликов, но уж не обессудьте, я старалась. Самое известное чешское предприятие Яблонекс уже, к сожалению, не существует. Но вы, может быть, слышали о другом крупном производителе «Прициоза». «Прициоза» выпускает различную продукцию, бижутерию из кристаллов, бисер и огромные хрустальные люстры, например. Есть в Чехии небольшие компании-производители бижутерии. Их продукцию можно увидеть на выставках и ярмарках. Посещать музеи полезно не только для расширения своего кругозора, но и с чисто практической целью. Поскольку купить каталог изделий, которые выпускались в Яблонексе, например, очень сложно. Я спрашивала у музейных работников, но они смогли мне предложить лишь несколько книг, в которых в основном описывалась история стекольного дела, но иллюстраций с образцами продукции годом выпуска было очень мало. Старые каталоги в антикварных книжных магазинах очень быстро раскупаются. А тут на выставке я увидела два украшения, похожие на те, что есть у меня в коллекции. Причем одно из них, я думала, что имеет более почтенный возраст. Я вам его покажу. Приятного просмотра! Если вам захочется что-то рассмотреть подробнее, ставьте на паузу. Не все получилось снимать близко, мешал свет из окон. Здесь представлены различные технологические процессы и инструменты для производства пуговиц, например. Вот я никогда не знала, что оказывается это такой сложный с технической точки зрения процесс. А это двуглавый австрийский орел, который создан был специально к приезду императора Франца Иосифа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А в этой витрине представлены различные изделия из бусин и бисера. Вот эти броши мне очень понравились. Посмотрите, какое прекрасное сочетание, какие нежные цвета. А вот этот прелестный веночек из цветов оказался погребальной декорацией. Первой половины XIX века. Полюбуйтесь, как искусно сделаны эти цветы. А может быть еще и целое деревце из цветов. Посмотрите, тоже какая прекрасная работа мастеров. Вот это мне очень понравилось колье. Такое яркое, насыщенные цвета. А в этой витрине вы видите елочные украшения. Это коллекция пуговиц. Такие пуговицы украшали одежду у людей на рубеже XIX – начала XX столетия. А это коллекционные образцы уже нашего времени, 2003 год. А в таких сережках щеголяли модницы во второй половине XIX века. И вот это коллекционные золотые Willett 뜨, для tried золотой цвета. И здесь тоже находимся в ыб content от этих черных цветов. И эти прелестные украшения это тоже вторая половина XIX века. А вот этим изящным хрустальным флаконом уже около 100 лет. Мы с вами приближаемся постепенно к нашему времени. Вот это броши, выпущенные в 30-40-х годах XX столетия. И вот в этой витрине я как раз увидела украшения, очень похожие на то, что есть у меня, но какое именно, не скажу. Смотрите видео до конца. Спасибо. 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 И вот эта обувь меня восхитила. Я никогда подобного ничего не видела. А тут целый ансамбль. И пояс, и сумочка, и невероятно украшенные туфельки. Выставку стекла я не стала снимать, потому что там сейчас представлены работы современного мастера. И они достаточно странные, я бы так сказала. Но я спустилась вниз, а в нижнем этаже представлена выставка игрушек елочных. И полюбуйтесь, какая это красота, какое-то буйство красок. Спасибо. 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 Вот эти елочные игрушки авторские, и внизу есть имя автора, который их создавал. Ну, такие, своеобразные, да? Вот такое колье у меня есть в коллекции. Я очень рада, что в музее я нашла подобное и смогла наконец-то выяснить, что это колье выпущено было в 50-х, 70-х годах. Я, конечно, немножко расстроилась, честно скажу, потому что я надеялась, что оно все-таки относится к 30-м, 40-м годам, но, увы. Все равно оно, конечно, очень красивое. Купила я его в Праге на облашином рынке. Это было очень давно, уже 10 лет назад. И тогда оно стоило не дешево по тем временам. Колье вместе с сережками. Сейчас я покажу сережки. Это клипсы. Это они тоже с такой розочкой замечательной. Вот вторая клипса. Они, кстати, держатся даже хорошо, несмотря на столь почетный возраст. Но вот это колье, или, как сказать, кулон на цепочке, как правильно. Поправьте меня, если я сказала что-то не так. Вот такая цепочка. Стоило это все вместе 500 крон. И для сравнения, в то же время можно было купить чешскую брошку где-то примерно за 40-50 крон. То есть для того времени это была достаточно большая сумма. И я поняла, что это действительно какая-то интересная, редкая вещь. И я после того, как купила, искала и смотрела на блошиных рынках. И искала в антикварных магазинах что-то подобное. И искала в интернете подобное. Нигде ничего найти не могла. И вот, наконец, в музее я увидела похожую вещь. И теперь я знаю, что она была выпущена в 50-70-х годах. Но вот еще раз, еще раз вам поближе покажу. Это не роспись, это деколь. И подобный рисунок я встречала и на фарфоровых изделиях. В частности, вот розовый фарфор тоже с такими розочками бывает. Вот так выглядит с обратной стороны. И еще одно похожее украшение, как в музее, у меня тоже есть. Это вот такой кулон. Посмотрите, какой он красивый. Внутри большой кабошон. Это имитация опала. Вот такие черного насыщенного цвета кристаллы. И стеклянные жемчужины по краю. Не хватает только вот одной жемчужинки. А так, в целом, этот кулон в хорошем состоянии. Вот с обратной стороны он так выглядит. Очень красивый. И еще там же в городе я нашла кристалл для ремонта вот такой броши великолепной. Это тоже чешская брошь. И я не помнила, какого она точно цвета. Поэтому кристалл нашелся. Но цвет я не попала. Кристалл по размеру подходит для ремонта. Но не подходит совсем по цвету. Ну и вот теперь придется, наверное, снова туда ехать, чтобы подобрать уже кристалл для этой броши. Конечно, я ее не забуду, а возьму с собой. Но она мне очень нравится. Она невероятная по красоте. Конечно, она стоит того, чтобы ее отремонтировать. Но это тоже пригодится. Может быть, когда-то попадется такого цвета брошка. Ее надо будет отремонтировать. Ну и нагулявшись, конечно, по музею, я уйти с пустыми руками не могла. Поэтому я из этого города себе на память увезла вот такую красавицу, которую я нашла в антикварном магазине. Полюбуйтесь, какая красота. Что-то невероятное. Это сочетание цветов. Сейчас я попробую сделать цветопередачу более корректной, чтобы вы полюбовались насыщенным цветом этой броши. Но вот приблизительно где-то так она выглядит вживую. Очень красивая. Мне иногда кажется, что я как ворона, когда вижу что-то блестящее, готова тащить к себе в гнездо. Но не смогла расстаться с этой брошью. Были и другие, были тоже очень красивые. Но мне это понравилось. А вы коллекционируете броши? Собираете? И какие? Пишите в комментариях. Мне интересно, понравилась вам эта брошь или нет. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, интересно ли вам было посетить музей бижутерии и стекла в городе Яблонец-на-Днисую. Всего вам наилучшего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok